Генерал, он тоже так говорил, он говорит, вот если кто-то пройдет и плюнет мне в лицо, я скажу, извините, что я встал на вашем пути. Да, да. Я ему не поверил, понимаешь, потому что он генерал... Слезон заключается в другом. Либо найти силу мягкости, либо найти силу в адресии. Ведь на самом деле, можно ведь и порыло ему дать. В этом не проблема. А теперь с другой стороны. Если ты считаешь себя сильнее, если ты знаешь, что ты сильнее, зачем тебе бить детей? Тогда, значит, ты не сильнее. А если мы говорим о духовной работе, значит, я сейчас просто говорю о духовной работе. Но я просто еще раз, наверное, сделаю акцент, так же, как и Валерий Васильевич, что это настолько тяжело. Потому что я не знаю, тяжелее работать, чем работа над чертами своего характера. Работа над понятием смирения. То есть, не в том плане смирения, как нам это представляли и говорили всегда, а смирение как аспект жизни с миром в своем сердце. С миром. Это не говорит о слабости. Если мне в морду плюнуть, я не пройду. То есть, я им дам немножко по печени и все. Но если это вопрос не физического действия и контакта, то я думаю, что я уже натерпелся в своей жизни много, а из-за вот этих вот физических своих собственных рукоприкладов, что я уже буду вполне адекватен для того, чтобы сказать, ты сильнее, ты сильнее. Это было со мной не один раз, когда я просто говорю, ты сильнее. Ты посмотри, какой ты, кто я. Ты метр девяносто, и не посмотри на меня. Сколько мне лет, если тебе тут 20 лет. Конечно, ты здоровый парень. Так что ты сильнее, ты сильнее. И это нормально. То есть, доказывать уже на определенном этапе вы никому ничего доказывать не будете, потому что никому ничего доказывать. Ну, как бы, это очень тяжелый труд. Особенно мужикам. Особенно тем, кто занимается спортом, преодолением, кто привык себя чувствовать в авангарде, первым. Ну, понятно, да? И тут вдруг надо сказать, ну, извините. Ну, бывают ситуации именно с точки зрения морали. То есть, человек поливает, опять за то, что тебе дорого. Бунт ему дать не можешь. То есть, он где-то далеко, там, сидит в социальной сети и поливает. Не реагирует, ты тоже не реагирует. Почему? Насколько вот это уже, скажем так, не реагирует, ты поднижаешь уже свою морали. То есть, ты позвонно молчишь и позволяешь ему дальше. Ну, дальше вы как-то верно. То есть, вы думаете, что именно так не реагирует. А как же в роли ливи вибраций именно мой, он тогда поднижается? Вы понимаете, меня столько лет, что я для меня этой ситуации очень знакома. Я просто никогда не отвечаю на эти вещи. Во-первых, любой зацеп, любой ответ, он вводит еще больше всей этой кучи. Во-вторых, вы никогда никому не докажете, что вы не вернули. Вот никогда. Это бесполезно. Это лишняя тракеза. Во-вторых, вы опускаетесь на ту же самую сторону. Во-вторых, не посядать на свободу воли других существ, если он это хочет говорить, пускай он это говорит. Это его личное дело. Вот и все. Вот когда с такой позиции к этому приходишь, я ни разу не ответил ни на одно негативное письмо, наверное, или в социальные сети на протяжении последних лет шесту или восемь. И вы знаете, что случилось? Сейчас их приходят меньше, меньше, меньше. И может быть, одно вход в год. Естественно, что все эти... Письмо приходят о тех людей, которые меня не знают, с которыми я не встречался. И какой-то там чушь там всякая. Посмотрите на его лицо, он же алкоголик. И так далее. И очень много-много различных вещей. Они, конечно, не только и становятся уже просто смешными. И... да. Да, блин. Они более глобальные какие-то ваши, извините, основные принципы? Пускай заправили. Почему кто-то... Вот здесь как раз вопрос воли и присутствует. Нужно свое-то горденью что-то поумерить. С миром даже тяжело, конечно. Вот, а надо жить. Поэтому еще раз. Очень тяжело. Но надо. В этом вырабатывается воля, да? Извините, у меня вопрос там... Я хотел идти чуть-чуть в сторону. Мне очень понравилось начало разговора, потому что мы сразу начали говорить о сложном... Ну, фактически о смысле жизни. Задали вопрос. И вот я хотел бы немножко к нему вернуться, потому что сейчас вы так чуть-чуть объяснили смысл жизни для индивидуума. Вот в этом мире, что мы с помощью нашего физического тела нарабатываем три составляющие. Любовь, волю и этот самый мудрость, да? И как это взаимосвязано друг с другом? Понятно, что каждая из них есть методики, тактики нарабатывания, усиления. Они друг с другом взаимосвязаны. Наверняка это как самый лучший опор, это три точки, да? Или три точки формирования плоскости. Можно аналогии проводить. Тоже отдельное направление, интересное. Но вот можно... Тот вопрос меня очень всегда интересует. Может быть, тоже всем будет интересно. А для чего это все? Вот смысл жизни, там, условно говоря, там, буддисты говорят, есть мир сутры, есть один из миров материальный, и души путешествуют между ними, приходят сюда, вот они здесь, ну, как таковой ответ я лично не получил. Вот в глобальном плане для чего мы здесь эволюционируем? Понятно, кто-то откатывается назад, не проходит испытание, заново, там, на более низшем уровне ему посылаются, да? Вот дальше-то чего? Ну, предположим, человек эволюционирует все выше и выше, у него вибрации все лучше, да? Он понимает. Вот как за этот предел заглянуть? Я могу только за определенный предел заглянуть, но я могу сказать так, наверное, что научившись каким-то определенным вещам, мы начинаем их притворять в жизнь. Отработав определенные вещи в себе, мы начинаем творить, то есть о чем мы разговорим? Ну, то есть, два, три, ниги. Вот и все. Творение на одном плане. Это построить, это написать книгу, построить дом. Мы же все с вами творимся. Сделать ребенка – это тоже творение. Вставать огород – это тоже творение. Когда человек становится выше, он начинает творить другие вещи, другого характера, да? Становится еще выше, он начинает на человеческое существо или божественное уже существо, потому что человек – это божественное существо. Он начинает творить земли, планеты, Вселенные. Он становится еще выше, он начинает творить антимеры, миры и так далее. К чему это все приходит? И я не могу вам сказать, но мне точно такой же, как у вас, был стопор, а дальше, а дальше. А потом я понял, что когда я не знал какой-то определенной вещи, я тоже так же, ну на другом уровне думал, а что дальше? А потом, когда я шагнул сюда, я понял, что дальше, но только для доследующей. И вот я чувствую просто своим сердцем, что это правильно. Вот правильно вот так идти. Я знаю, что когда я шагнул дальше, я буду видеть гораздо шире. Просто сейчас мое осознание, мое восприятие, осознание, оно не готово туда дальше за время. Но на этом плане я уже понимаю, куда мне идти. Но то, что этот путь начал мне приносить, скажем, лет восемь, да, уже так, радость. Потому что когда мы-то с Ваверием Васильевичем знакомы гораздо больше, вот он-то, но потом долго не виделись. Он-то меня еще в старом знал. А потом, когда однажды вот так вот работая, занимаясь, вот каждый день, я там, вот и что же это, вот там, или у состояния. А потом я однажды, когда проснулся, и у меня вся комната вокруг меня светилась реально и горела. Я, извините, вот не на камеру там, а тем более, ну это же для нашего внутреннего пользования. Я пошел пописать, а там струя из него энергии вот так по всему этому. Я не пьяный, ребят, я не под наркотиками, понимаете, я просто проснулся. И потом это состояние начало укрепляться, это состояние начало стабилизироваться, и он начал по-другому жить. Просто все, что начало происходить вокруг, начало приносить радость. От воды, от общения, от близких людей. И первая задача стала как раз на то, чтобы вокруг себя создать вот эту любовь, чтобы всем было в комфорте. Но я-то как думал, что это все просто, а на самом деле не все хотят на этом выбирать. Многим людям, им просто как воздух необходимы негативные эмоции. Они не живут, они не пытаются. Ты их вытаскиваешь, вытаскиваешь. А ему это не надо, он доходит, это бросает. Я еще тогда не понимал, что это не все от людей зависит, что это много различных сущностей, которые прилипают, которые перекрывают нашу ниточку между ментальным и эмоциональным планом, которые питаются наши низковибрационные, которые специально человеку под сознанием вводят такие программы, благодаря которым он начинает, посредством которых не благодаря, он начинает вырабатывать негативные эмоции, кормить эти миры негативные. Я еще не знал тогда, что есть эгрегор страданий, что есть некий искусственно созданный бог, которому все поклоняются во многих религиях и во всем остальном. Тогда для меня это непонятно. Это сейчас уже понятно. Но что самое главное? Началась радость от каждого на время жизни. Вот и все. И потом вместо того, по барабану, что там дальше будет. Но самое главное сейчас, самое главное, что знаете, каждый раз повышение вот этой эгрегорационности, ты его чувствуешь. И тебя становится больше и больше в этом пространстве. Еще больше и больше. И еще большим людям это тоже нравится, и они тоже этого хотят. И вот эта радость у нас здесь и сейчас. У нас по этому поводу вопрос. Как это происходит и о чем происходит, когда в человеке энергия, не знаю, зашкаливает. То есть, как говорят, он начинает светиться. Ни с чего, не понимая, что происходит, но он светится. Вот в нем откуда-то. Это появляется на пустом месте в неопределенный момент. Он это не контролирует, это неусловно возникает. Вот просто так. Ну, во-первых, открывается центр. Человек это проводник. Давайте вот еще определенные законы. Человек это проводник энергии. Это не накопитель, это не аккумулятор. Это проводник энергии. И открывается вот этот проводник. Вдох открываются, скажем так, заслонки. И через вот этот проводник начинает проходить энергия неба. Ну, назовем это так по-китайски. Энергия Земли. Мощнейшим, сильнейшим потоком он становится проводником. И он уже готов, он уже способен вот эту вибрацию мощную через себя пропустить. То, что мы сейчас с вами делали, вот там, на внутрь, я говорил, да вот, вот такой образ, как это вообще самое начало. А когда ты берешь и подключаешься к вибрации высших астральных планов там и к любви Земли, не тянешь из нее требуя, отдавая ей любовь и благодарность, и получая назад такую волну, что тебя взбыхлестывает. А туда и назад так тоже благодарность и любовь туда. Ничего ты не просишь, ну, дай мне, боженька, там, то-то, то-то. Все только и ходят, что просит. А ты туда всю любовь своего сердца направляешь и благодаришь за то, что они есть, за то, что вообще все есть, за то, что они помогают, за то, что они присутствуют. И назад получаешь такую волну в десять раз больше, вот тебя как пробивает, а потом уже ты закрепляешься на нас, и тебя все мощнее, мощнее, мощнее. А некоторые люди искусственно пробивают, они уже готовы. И вдруг раз в плане, и это называется, как Валерий Васильевич говорит, озарение. Озарило, представляете? То есть все, вот это и есть озарение. По сути, ключик, если человек внутри чувствует в себя действительно благодарность, просто так, ни к чему, ни к чему, ни к чему, начинаются эти вот потоки. Ну, начинаются, но уже человек начинает вышедебрировать. И он уже способен, смотрите, что внутри, то и снаружи. Если ты начинаешь вышедебраться и удерживаешься в этом состоянии, я вот почему говорю, что потом перестает это все быть, потому что вокруг меняется мир, и к тебе приходят те люди, ты общаешься с теми людьми, которые вибрируют или идут по тому же самому пути. Понимаете, алкоголик, он всегда будет с алкоголиками, наркоман, он будет с наркоманами. Те, кто постоянно в негативных эмоциях, они будут постоянно с такими же, потому что они друг друга цепляют. Агрессия ведь может возникнуть только в том случае, вернее, агрессия, когда она на что наткнется? На агрессию, конечно. А на самом деле причина агрессии это страх. Агрессия не от силы, агрессия всегда от страха. А если нет страха, а если по барабану агрессия, агрессия не находит на что в тебе наткнуться, потому что ты вот здесь, а они вот здесь, у тебя и мир становится такой же. И поэтому потом нету тех, кто тебя там, это проверка, это братва высшая, наша, нормальная, которая сам делая не совсем. Они проверяют, ну-ка устакаемся, вот мы тебя еще подергаем, а мы сейчас на тебя вот этого вот отправим, извините за мой французский сучку, чтобы она тебя достала. Эй, та там полюбая достает. А, мало тебе, а сейчас мы тебя в медцентре еще до того массажа создадим, чтобы ты громадь потом три недели будешь, посмотрим, будешь, что улыбаться. И тогда, а ты улыбаешься. А ты радуешься, ты благодари, а ты будешь счастлива, будешь радостна. Немножко идеотично себя. А просто, а ты полечай, это нормально. Полный идеотич, я совершенно согласен. Но на начальном этапе так и бывает. Но ведь научиться не уничтожать себя низким. на эмоциональные состояния, без этого никак. Ну, никак. Зато потом, это же я общее говорю, на самом деле это конкретные техники. То есть, вот тут же, рабочее тут же. Когда тебе раз, ты раз, делаешь, у тебя все там, вот так вот так вот. Мы же просто с вами, пока просто разговариваем. Суть вопроса. Вот суть вопроса была как раз, вот вы упомянули, что есть там борьба добра и зла, есть там, условно говоря, положительные силы, есть там, твари, серые там и все остальные, да. Вот ради чего? То есть, каждый свой лагерь отбирает души, чтобы потом, не знаю, там, на каком-то другом уровне сойтись? Или чтобы построить миры как раз? Миры, альфа, альфа, альфа. Это не Бурдон, ребят, честно, я не с псякушки сбежал. Протваживают под землей, выходите из тела, учитесь, ныряйте туда, только не сами просто так, потому что они там за этим очень хорошо следят, можно попасть очень жестко. Они дают здесь, вот их задача, создать нам такую жизнь, чтобы мы выжили. И уже выше настолько отработанными, настолько мощными, что мощнее, чем у нас здесь школы, нету нигде. Это типа Гарварда, только в нашей Вселенной, вот здесь. Поэтому, собственно говоря, их никто и не уничтожает. Они просто должны выполнить свою сущность, свою задачу. И в эту же задачу входит вот эта ложь, вот эта вот вся, вот весь тот ужас, который мы с вами видим. Но есть один способ начать радоваться и здесь создать рай. Вот то, что здесь создать, как жить по совести, жить справедливо, жить по чести, иметь достоинство, ну и так далее. Не поддаваться на различные провокации. А пока поддаемся, провокации будут делаться. А перестанем поддаваться. Раз, два, а потом иду. Вот это как бы для этого. Что дальше, я уже ответил. Да, я знаю какие-то определенные вещи. Вот сейчас для меня это ступенька. Я знаю, что дальше будет. Я знаю, что дальше. Я знаю, на каких планетах я рождался. Я знаю, ну, в Солнечных системах. Сколько. Последних шесть своих жизней здесь открылись. Но они открываются, когда человек повышает свою вибрационность. И я не рекомендую идти куда-то на какие-то гипнозы там или еще что-то для того, чтобы там родить в себе это все. Ребят, все должно быть естественно. Это равносильно тому, что взять... Давай один говорит тебе. Спорим, я тебя посажу за 10 минут на шпагах. И он посадит на тебе за 10 минут на шпагах. Ну, тогда ты потом так на этом шпагах не будешь ходить. Понимаешь? А ты размини, естественно, сам там через полгода сядь на это шпагах. Ты же выработаешь вон. Или другой говорит. Я все твои кармические эти уберу. Ну, погоня. Да, все твои ребята. Воли-то не выработаются. Их нужно убирать самому. Ну, это так же, как давай в школе, да, давай я за тебя экзамен сдам, напишу тебе и все. Ну, тут-то ты сдашь. А им-то ты не сдашь. Поэтому это все грубости, конечно. Ну, практически, вот вопрос тогда, если можно, еще про золото, там, алмазы как источник энергии, темная сторона луны, луна полая, там, в этом смысле, что, да, мы здесь для того, чтобы собирать эти полезные ископаемые, ну, именно поэтому это очень ценно, да, и для использовать в качестве, там, защиты от солнечных лучей для определенных сущностей и энергию, там, углеродов, кристаллические решетки Алмана. Да, ну и что? Ну, не знаю, может, пару слов скажете в этом смысле. Я хочу вам учить, с другой стороны, вам будет участие. Часть этой точки, вот как раз, вот этой вот, может быть, одни пытаются поработить, другие пытаются... Ну, это само собой, это барбаза энергии, везде на физических планах идет барбаза энергии. На низших астральных планах тоже барбаза энергии. Почему? Потому что в этом суть низших астральных планов всех. И только в них мы и выколываемся. А теперь смотрите, чем отличаются низшие астральные планы от высших астральных планов? В низших астральных планах закон это страх, ну, понятно, страх рождает любое негативное эмоциональное состояние. А в высших астральных планах это любовь. Вот и вся разница. Теперь смотрите, любовь имеет такую же функцию, как и страх. Так, то есть, ты отдаешь свою любовь кому-то, тебе возвращается в 10 раз больше. Да, даже не арифметическая, а геометрическая прогрессия. То есть, вот смотрите, свечка, вторая свечка, эта свечка зажжена. Зажигаешь вот эту свечку, две свечи горит. Огня стало больше, ой, вернее, света стало больше? Стало. Огня уменьшилась? Нет. Итак, мы с вами зажигаем 10 свечек. Огня не уменьшилась, а света стала больше. Это закон, закон мира, скажем. Да, вот, ты больше даешь любви и больше получаешь. И другой закон мира. Ты больше даешь ненависть и ненависть же эту жизнь получаешь. И можешь до этого вечера не получать, пока будешь давать ее. Ты пока будешь давать любовь, ты будешь любовь получать. вот, теперь смотрите такой момент, это вот то, что касается вот этих вот планов, дальше душа начинает свою эволюцию и здесь очень важно относиться к всем существам каждое существо имеет свои функции, и серые имеют свои функции и альтилуидные, различные вот эти все, они тоже имеют свои функции и эти функции направлены у всех что у тех, что у тех, только на эволюцию они создают условия, невозможные для нас, чтобы мы максимально быстро эволюционировали и становились наиболее мощными бойцами, воинами и создателями чем жестче тренировки вы же знаете, да тем больше ты становишься ты своего этого учитель убить готов, уже не можешь 5 часов в тебе подача стоять сознание три раза теряло уже, например а потом ты понимаешь, что это для тебя такое он дал, и что он тебе сделал как и учительница, ну предположим химии, которая гоняла тебе, химия, химия, не нахит не нужна, вот так вот, гоняла, гоняла в конечном итоге догоняла, что у тебя до сих пор знания остались и кто пригодился или литература лучше учитель тот, который так и здесь, это наши учителя мы же ко всем должны относиться только к нашим учителям и к нашим детям и тем более к этой братле и почему же вот наша душа она имеет несколько индивидуальностей ну сейчас не буду это сказать но мы то, что здесь только в этом физическом деле есть еще несколько частей которые также либо воплощены либо не воплощены ну и с другой стороны а почему вы думаете что мы не воплощались в рептилоидной или в другой точно так же мы долбили мы делали свою функцию на основе того понимания которое в нас заложено вот и все то есть каждое действие которое происходит если мы говорим о божественной силе в силе Всевышнего так все происходит только под его надзором иначе нет смысла в мире и Люцифер это лишь проявление это куратор материального мира который курирует его по закону Всевышнего сатанин проявляет материально по закону Всевышнего дьявол дает свободу выбора потому что если вы вспомните даже классика Булгакова или Библию разве где-то дьявол посягал на свободу воли хоть кого-то у Булгака разве посягал он же что делал он же предлагал а вот твое дело о искушении Христа в пустыне разве кто-то посягал на свободу воли Христа нет ему сказали ну три раза предложили откажись и все и ты в шоколаде ему же никто насильно не это самое ему же не мутали коленом железо и Волок не пытал никого коленом железо деструктивная эта сила она предлагает ведь не вибрация Люцифера она просто как кураторская вибрация дьявола это не вибрация насильственная это в ней есть свобода воли поэтому это божественное проявление то есть и эти лоиды и другие они все божественные проявления и вот здесь самое важное они тебе гадость а ты им классно ну шершавинки да вы просто супер а я вот сейчас изглопчусь и отсюда вылезу а уже невозможная ситуация а жена правого села мать в больнице там родители там кто-то совсем плохо тут еще плохо тут деньги кончились тут вообще ну жить невозможно все, сейчас сердце порвется потому что удар за ударом бам-бам-бам и все в сердце в твоем открытое а ты думаешь а я же вот всем я же вот верил вот доверял а я же вот я же такая вся правильная я же ему этому сволочь а он у меня так или и вот или она такая или вот они все а вот друг а я ему а вот он как там разве так можно быть таким бессовестным такой сволочью и так далее ну да со всеми же с нами такое происходит да так если мы в божественности к своей идем бог что лох что ли ну бог лох вообще по своей природе нет так а ты тогда что лох если тебя его тут кинули и здесь тебя и здесь значит что ты не так в мировосприятии значит ты не даешь людям свободы значит ты не где-то не хватает осознанности для того чтобы понять всю ту структуру в которой мы живем значит что-то хочешь натянуть что-то считаешь что-то здесь есть но ребята наши уже даже тела они на доме прямо лежат нам тело дали для того чтобы мы здесь опыт получили а потом это тело так живет нам тут наше тут вообще нечего но это же не говорит о том что мы не должны любить любимых женщин своих что мы не должны любить своих детей что мы не должны любить своих родителей что мы не должны социально приносить пользу каждый на своем месте Кто-то делает, строит дома, кто-то рисует картину, кто-то создает сайты, кто-то еще что-то делает, кто-то менеджер какой-то простой, кто-то магазин. Везде можно приносить пользу, если делать все по совести. Не, извините, не дерьмовую колбасу, которая уже зеленая, отмывать ее в магазин, а отмывать нормальную колбасу людям. Вот это делать так, как есть, вот это так, как есть. Все, все функции, все дела, какие есть, их просто можно делать хорошо и по совести, и тогда совсем другие ощущения. А можно делать так? Вот в этом выражается как раз повышение вибрационности, возможно, духовное развитие, повышение вибрационности одно и то же. Возможно только тогда, что ты не только медитируешь, ты весь такой кайф, а ты от этого кайфа делаешь. Твои действия происходят от этой вибрации, от этого кайфа. Помнишь, все, больше ничего. Вот это и есть понятие духовного развития. Поэтому, да, мы сюда пришли для того, чтобы духовное развитие. Извините, это мое чисто субъективное мнение. Но оно такое. И у кого есть другое, я не против. Где грань между вот этим ежедневным делом и, собственно, творчеством? То есть делаешь все хорошо, по совести, но вот это все-таки еще не творчество. А если чувствуешь, что это еще не творчество, иди туда, где чувствуешь, что оно будет. Развивайся. Ведь можно бесконечно развиваться в любом направлении. Конечно. Правильно? В любом направлении, какое бы мы не могли с вами сделать. Можно еще, Дарик? Да. У меня есть предложение. Давайте сделаем маленький перерыв. Давайте поедем внизу. Зато, да, чайку сделаем этот самый. А потом чайку сделаешь? Да. А потом? А потом? Вот недалеко совершенно. Надо чувствовать вибрации, которые идут от него. От кого-то же я просто не расслышу. Сергей Радович, Сергей. Ну, нет, от живых ему ведут. А он живой? Ну, лично же. Какие? Достаточно высоко вибрают. Я, как раз мне это тоже было очень интересно. Я проехал, встретился с учителем Ангелой Ивановым, вот этого шестнадцатого. У него тогда было девяносто два года. У него было четыре, вообще-то, таких наставников. И очень светлый, очень чистый, очень высоко вибрационный человек. И мне тогда тяжело было его воспринять. Ну, ощущение осталось. И потом уже... Потом еще встречи были с разными... Подобного, подобного, подобного... Ну, все же они были вибрационные. Ну, да, я бы не сказал, что они... Нет, ну такие, которые прям все вы знали. Ну, которые вы всех знали. Мне сейчас в голову чуть-чуть не будет. Чуть-чуть не будет. Владимир Владимирович. Да, вы, вы, да. Нет, мы, президент, мы все уважаем. А с вами, президент, и никого. Нет, ну, конечно, каждый же на уровне. А так, из-под речки, я их сейчас не могу сказать. Ну, примерно в образе. Дело в том, что, ну, я говорил, что святого может любить только святой. А вот эти вот тонкие вибрации может поймать только человек, который соответствует этим вибрациям. Абсолютно верно, да. Потому что, так, обычный человек, даже со святым встречаются, он думает, что он либо идиот, либо юродивый, там, или... Не то, что это говорит. Вот я так. Ой, а что там говорить? Я помню, 15 назад я вегетарианцев считала, психопатами. И мне всегда говорят, ну, какие-то... Ну, да, может, я вегетарианцы... Я ненормальные. Я ничем занимаюсь, вообще, сумасшедшие. Йоги, да. Они все через одного выйдут. Я думаю, среди каждых есть какие-либо другие. Ну, да. Есть такие люди, которые вообще не собирают. Почему так? Нет, понимаете? Да, я не знаю, что это вроде кажется, а на самом деле... Или делаете их, да. Или делаете их, да. Почему вы говорите, что вам тяжело было общаться с ним в общей? Ну, не то, чтобы тяжело. Я имею в виду, мне было тяжело воспринять ту вибрацию. А, потому что в самом деле... Не забывайте. Ну, еще... Потом, то, что осталось по сутку, если он начал расшифровывать, оно уже начало отполагаться. Ну, это со временем. А впечатление было? А впечатление было совершенно не то, что я ожидал. То есть, я ожидал увидеть человека, который весит в любви, который будет участвовать в моем доме вот так вот... А у него было по барабану. Он светится себе. Ну, пофигу. Есть арена. У меня как в шахты пришла. Он сидит улыбается. Да, он сам в себе. Вот это дал первый момент, что любовь, на самом деле, она не насильственная. Хочешь погреться? Хочешь погреться? Хочешь погреться? Хочешь погреться? Хочешь погреться? Не хочешь? Ушел. И он по барабану. Есть я рядом или нет. Но у него нет агрессии. У него есть сила. Сила, но без агрессии. Но он и без насильства. Да. Вот такая сила мощная. И тогда стало понятно, что в свете в любви гораздо больше силы, чем в агрессии и страхе. Поэтому, когда делаешь отсюда все, то это навсегда. Когда делаешь от агрессии, это ненадолго. Или это все равно будет на разрушение. Вот тогда вот эти какие-то ассоциации начали к нему приходить. Я поехал в Пессарионус ездить очень так же. В Сибири есть новая земля. У него есть поселение. Он тоже называет поселение. Город Сельница. У них около 20 тысяч живет. Последователь в разных берегах. Был у него. Общался с ним. Жил рядом с ним. Приходил к нему. Такой честный был достой, скажем так. Действительно. И мы с ним достаточно долго общались. И он даже в Последнем Завете, в своем онко, меня там натискал. И мне тоже это приятно. Такое вот. И то же самое. Я увидел силу. И увидел определенное участие. Я увидел, но никакого давления в этом участии не было. И она другая. И тогда стало понятно, что каждый человек, каждый, он индивидуально несет разную вибрацию в любви. То есть мы не все. Мы вообще-то все разные. И вот этот аспект, что мы все в одной куче, потом там сливаемся и неважно, что каждый должен вытаскивать другого. Она стала потихонечку, эта вирусная программа начала потихонечку протеализовать изменения. То есть каждый из нас отвечает за свои собственные действия. И если даже какая-то часть души наша, которая воплотилась еще где-то, и она деградирует, то вообще это невозможно, потому что они завязаны. Но бывает разное. Все, все, все возможно. То она несет ответственность за то, что происходит с ним. Мы все разные. И вот мы все индивидуально. И мы отвечаем за то, что мы делаем. Единение с этим миром, это как раз состояние отзыва, когда нет дуальности. И правильнее всегда то, когда нет этой дуальности. Вот это тогда и есть ответ правильный. А почему то, что устраивало силу и сказать, что я отвечу. Почему происходят все эти мощнейшие сейчас изменения? И почему увеличилась активность общества? Конечно, в первую очередь. Ведь не компьютер создался, а потом началась информация. Энергии таким образом начали вибрировать, что для интернета, для компьютера, для всей этой сети произошло как раз время. На самом деле то, что Леонардо, тот же да Винчи, наворовал два разных мира. Ну понятно, кто он был, да? И что он там рисовал. Он же не мог это воплотить в то время. Как бы он не рисовал свои вертолеты, и что бы он только о них не делал. Это было невозможно, потому что сами вибрации не соответствовали тому времени. Так же и Тесла взял определенные вещи из определенных. Ну понятно, что там в Акфеле перекрыт доступ этой бесплатной энергии, которой мы могли бы сейчас пользоваться, ничего за это не платить, для того чтобы всех... Но опять же это же дало возможность нам развиваться еще сильнее, противостоять всем этим вещам. И с другой стороны это правильно было сделано, потому что это мощнейшее преодоление. И вот сейчас, поскольку мощно очень начали меняться вибрации с конца таких 80-х годов, смотри, люди стали, дети стали другими приходить. Ведь обратите внимание, дети стали приходить с 1986 года на самом деле, вот кто вот как раз с 1986 года. Я наблюдаю это по своим детям и по своим вечерям, и она 87 года родилась. В них уже заложены... Они еще не работают, но в них уже заложены те вещи, в которые мы, например, вот, Валерий Васильевич, и я точно вот там какие-то моменты, да, через пот и кровь мы этого добивались. А в них, вот я смотрю, а в них уже это да, ну, только вот правильно, чуть-чуть тыкни, и он уже пошел. А у нас этого не было. Нам это нужно было через усилие в себе рождать, через усилие идти. И это только благодаря вот этим вот изменениям вибрационности всей, не только нашей планеты, но нашей Солнечной системы всей, нашей Галактики. Она входит в другую вибрацию, более высокую. И поскольку, поскольку она в холике, для того, чтобы выжить, необходимо самому соответствовать. А как соответствовать? Повышение иммиграционности. Вот мы сейчас... Улыбка одна вибрация, безусловно, и любовь другая, и небесная любовь третья. Ну, я очень долго сейчас говорю, да, а божественную любовь четвертую. Ну, божественную любовь поймать в теле, как я говорил, Валерий Васильевич, невозможно. Только выходя из тела, когда ты находишься, потому что она тебя просто либо выкинет из тела, либо тело перегорит. У меня опыт лёгкого касания только был, лёгкого-лёгкого, но это как будто тебе так шарахнуло. Просто это ни с чем несравнимое ощущение. И я понимаю, что туда надо идти, но я должен быть готов, чтобы это всё воспринять. И поэтому это нужно делать здесь. Настолько, насколько это возможно. А когда человек настолько повышает свою вибрацию, именно любовь, не просто очищение. Вот голодание – это же не повышение вибрационности, это очищение от болезни. Любые техники, какие бы мы ни делали, практики, праны, цигоны – это очищение тела, это усиление тела, но это не повышение вибрационности. То есть здесь тоже нужно понять. Ты можешь рукой там зажигать или двигать тарелки, но это не говорит о том, что духовное развитие.